Сложности некоторые. И, как обещали всегда, у нас сегодня расширенный состав. Приветствия, как всегда, будет у нас одними и тем же. Слава Украине, господа. Ну и слава нации. И God bless America. Украина-королиция. Все, вот у нас универсальное такое приветствие. Так, как я обещал. Во-первых, пишите все вопросы. Я видел уже до эфира даже, мы анонсировали нашего специального гостя. Вот у нас есть Юрий Табах, с которым мы ведем этот эфир всегда. И у нас сегодня специальный гость Андрей Телиженко. Андрей, приветствую вас также. И нам писали уже насчет вас в комментариях, естественно. Я сказал, что все вопросы в чат будем озвучивать, будем обсуждать. У нас такой всегда интерактив. Тем более мы с Юрой вот общались. Я видел ваши последние эфиры вдвоем. И я сказал, так нам есть о чем поспорить по поводу канала. Надеюсь, что в этот раз теплой ванной не получится. А то у нас с Юрой всегда такие. Мы поддакиваем друг друга, сидим полтора часа. И это как-то так, да. Обсудили, покивали, пожаловались на жизнь, разошлись. А сегодня, надеюсь, у нас немножко получится драчка такая интеллигентная. Интеллигентная. Да. Интеллигентная не получится? Почему? Нет. Драчка не получится. Такая у меня, такая чуйка у меня, что драчка не будет. К сожалению. Но мы попытаемся, сделаем все возможное во всяком случае, так или иначе. Сразу, кстати, хочу сказать нашим зрителям постоянным и непостоянным также. Мы теперь запустили еще, вот у нас есть список возможностей, как нас поддержать. Есть еще D-Stream сейчас мы запустили. Это возможность через PayPal помогать нам. То есть, кто хочет, присоединяйтесь. Будем развивать канал вместе. И благодаря вам, собственно говоря, мы развиваемся. Ну, естественно, лайки, репосты, подписывайтесь на канал, как всегда. Андрей, Юра, предлагаю все-таки начать. Если у кого-то есть какие-то идеи для горячих тем, сразу говорите. Потому что я предлагаю начать такую ознакомительную часть, если нет. Я, как вы, как говорится, продюсеры. Могу представить, Андрей. Давай. Был недавно героем Украины. Молодой дипломат Украины в посольстве номер один, самым главным в Соединенных Штатах Америки. Имел дело с очень высокими чиновниками, конгрессменами, сенаторами в Америке. Включая Маккейна, Нюланд. Это он их привел на Майдан. Он договаривался о джувелинах. Много-много чего другое. Но потом выступил в Сенате у нас. Говорил о политике и о вмешивании в американскую... Короче, взял сторону, что против Трампа идет нечестная борьба. Он воспитывался на Западе, учился в западных школах. Мы разделяем ценности одни и те же. И теперь он попал, оказался русским шпионом, диверсантом, вредителем. Санкционирован нашей новой властью. Закрыли все его там, Ютубы, Шмутубы, Гуглы. В общем, и сразу же в день, что он выехал из страны. После того, как его пригласили дать показания в Сенате, он их дал. И вот он теперь, значит, такой вредитель. Мы с ним недавно это обсуждали. Я его спросил, где... Ну, я тоже, он же меня затянул, это тоже. Я его спросил, а где бабки? Надо же, чтобы деньги взялись. То есть он сказал, что да, мы-то шпионы. А деньги получил сын Байдена. 4,5 миллиона от Батуриной. Поэтому мы как бы российские лазучики, завербованные Трампом, работать на Путина. А деньги получает от Батуриной сын Байдена. И вот я никак не могу... Мы за идею с тобой. За идею с тобой. Я никак не могу понять. Мы чем с тобой занимаемся здесь? Какими глупостями? И вот так, Андрей. Ну, а дальше расскажи, как ты вредишь своей стране? Ну, тогда это как раз вопрос. Сам хочу узнать, как же я им, какой вред отношу. Ну, говоря правду, наверное. То, что я говорю правду, то, что происходит, этим я и приношу вред. Смотрите. Во-первых, это какие-то неправильные пчелы. Если как-то странно. Одни шпионят, другие деньги получают, что-то у вас там с бухгалтерией не складывается. А если... Мы за идею. Мы говорим, что... Я вас прошу, даже... Абрам Рунтера скоро будем поместить. Абрам родил Исака, Исак родил Якова, а потом что-то пошло не так, и начали рожать женщины. Знаешь, так и у нас. Мы что-то работали-работали на путь, но потом прошло что-то не так, и деньги получил сын Байдена. Ну, насчет идеи, я вам скажу, даже в России у меня создается впечатление, что из пропагандистов основных никто за идею не работает, и в принципе даже из политиков их, но я опять же сейчас перехожу на тему каналов, просто если посмотреть... Андрей, 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 я только хочу сказать, что ты тоже в этой компании сильно-то что-то со своей правдой многого не добился в жизни, поэтому как бы будучи таким журналистом с этикой, знаешь, это не свойство, но я хочу вам сказать, вы оба молодых, очень умных человека, один дипломат, знаешь, в молодости, ты журналист очень молодой был, который много чего сделал, вы-то умные, меня-то в армию брали по здоровью, а теперь требовать меня как с умного, это не честно, но вы-то умные, как вы вляпались во все это? Вот с этого предлагаю начать. Собственно говоря, во-первых, да, по идейным, так сказать, соображениям, у нас главный борец за Советский Союз сейчас, учитывая, что компартию запретили давно, как оказалось, Рабинович, да, Вадим, мы с Юрой перед эфиром как раз об этом говорили, человек, который при Союзе сидел в тюрьме за как раз коммерческую деятельность, за это сейчас награждают, а он тогда в тюрьме сидел за это, и он поет там «Вставай, страна огромная» и вся эта история. Борец, один еще главный за идею русский мир у нас Илья Кива, который сначала погорел... Кива за русский мир? Конечно, он же, ну, в принципе, в ОПЗЖ, он вот в Рабинович, Кива и Медведчук, три богатыря, таких типичных русских богатыря. Илья, 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 я теряю веру в людей, ты что творишь, дружище? Ну, так он сначала был, у него же как биография интересно складывалась, сначала он погорел на взятке, потом, чтобы не сесть, он в суд принес справку, что он психически неуравновешен, да, это по расследованиям журналистским, которые показывали все документы, отмазался отсюда, ну, то есть не сел из-за этого. Потом вдруг выплыл во время от той войны, он якобы в милицейский добровольский батальон пошел. Правда, его подчиненные очень быстро начали кричать, что под уголовника началом служить не будем, ну, и вот переводили туда-сюда, и он одновременно делать карьеру начал в МВС при Авакове, дослужился до советника Авакова, и параллельно бегал, говорил, что вату буду закатывать, ну, то есть ватников, русскомирцев нужно просто уничтожать, ну, это его, фактически, передаю смысл того, что он всегда говорил тогда, первые годы войны. Я его тогда знал. Ну, вот, так многие его знали, то есть считали его не очень адекватным, ну, типа, на своим, ну, как своим, ну, условно, главное, чтобы он стрелял в нужную сторону, как говорится. А потом вдруг последние выборы, и он избирается от АПЗЖ, и сейчас рассказывает про негодяев-националистов, про то, что с Россией нужно мириться, что Украина, если он виновата сама, и там ездит, общается, разговаривает и так далее. Но самое страшное, что он одновременно сейчас, ну, вот, заметили, да, карьера, был уголовником, стал милиционером, был националистом, типа, стал ватником, и сейчас самое опасное, что он борется с гомосексуалистами, потому следующий шаг в его карьере. Предсказать, в принципе, довольно несложно, я думаю, но это, я просто к примеру, и это он, да, потом, я знаю, Дмитрий Спивак, есть такой пропагандист, такой активный, ну, как, он не пропагандист, он аферист, тоже человек, избиравшийся в Одесский местный совет от кучи разных партий, от Тимошенко, и вот про Януковичской там партии, трудовая Украина Тегибко, он тогда был за Януковича в 2006-м, Спивак оттуда пытался избраться, в парламент избирался от партии Петра Порошенко, от партии Зеленых в парламент избирался, и от кого он еще? Главное избраться, главное избраться. Причем в парламент он ни разу не смог попасть, то есть, самое смешное, а, и от Королевской Натальи, то есть, такая, ну, пророссийская, по сути, хотя тогда и Шевченко там засветился, и Ступко младший, но я к тому, что, и вот таких людей, там очень много, заподозрить их можно в чем угодно, но только не в идейности, потому я, в принципе, смеюсь, потому что говорю, идейных русскомирцев сверху нет, как и, к сожалению, носители любых идей, которые, вот, люди, которые занимают высшие чины, они очень быстро перекрашиваются. И я вот плавно перехожу на тему телеканала, я просто видел на одном из прошлых эфиров, вы говорили, критиковали санкции против Козака, да, соратника Медведчука, на котором были записаны, в том числе, три канала. Расскажите вашу точку зрения, если найду, я попытаюсь уцепиться и буду дискотировать. Андрей, давай так, мы сначала пускаем дипломатов, если они не справляются, посылаем, стреляем из тяжелых орудий, да, когда уже роботы закидаем. Уже стратегию выработали. Ладно, давайте. Это мы по ходу дела. Моя личная позиция такая, в Украине нельзя, мы все-таки стремимся к демократии, или мы стремимся к политике кремля, чтобы у нас был диктат и делали, что хотели. У нас правовое государство, мы за это боролись все время, мы боролись за принципы каких-то демократий, и нельзя просто взять и закрыть канал. Я это говорил всегда, раньше, любой канал. Мы боролись за ТВР, боролись, когда его пытались закрыть, боролись за пятый канал, когда пытались закрыть. Сейчас сзади, под покровом ночи, просто все смели под санкции, завтра сметут еще нас, Гали, под санкции, или любого другого, кого захотят, или скажут, что он неугодный с властью. Это как бы неправильно. Есть доказательства, надо идти в суд, идти через процедуру, и потом закрывать, открывать, садить. Если есть претензии к владельцам канала, почему к ним не пойти на владельца канала? Козырь, Козырь, Медведчук, открыть дело, в суд пойти, или СБУ, чтобы расследовать, публично это все доказать, и действительно закрыть везде, то, что было, если финансирование терроризма, не было, и тому подобное. Это надо все сделать через правовое поле. А закрыть, взять телеканалы, я хочу просто прямо сказать, я там не был, я последний раз там был, еще до того, как Медведчук их приобрел, после этого мне этого больше не приглашали. Ни на Ньюзуан, ни на 112, ни на ЗИК, там, два раза. Я был, по международным вопросам комментировал, и все. Это как бы не в прайм-тайм, и это было за два года два раза. Так что я защищаю просто ту идею, за которую мы боролись на Майдане. Нельзя просто взять и закрыть какой-то телеканал человека. Так, дойдем до 37-го года, у нас никогда расстрелянная будет статья скоро. Потому что кто-то захотел кого-то... Зеленского не понравился, вот Гарри или я, или ты. Завтра взяли, я не буду, проголосовала. А какие доказательства? Просто то, что мы сидели, что-то обсуждали. Это потом просто очень такая линия опасная, на которую можно наступить, и потом возврата к ней не будет. Это будет следующее... Поменяется власть завтра, придут тот же самый Рабинович, Мадричук. Они могут прийти, очень большие шансы. Мы видим, что людям надоело эти псевдореформы, и люди хотят какой-то стабильности, и они пытаются ищут, где же ее найти из тех лидеров, которые сейчас есть. А что будет им запрещать? Посадить всех неугодных просто так решением Рабинова. Это очень такая опасная грань, на которую сейчас власть наступает. Это моя личная такая позиция. Краунда. Ну, смотрите, сразу выскажу свою мысль. С одной стороны, я согласен с тем, что сказано, что все должно быть по закону. С другой стороны, эти каналы... Ну, это моя субъективная точка зрения. Я работал в этой сфере тоже на телеканалах разных. Я видел, какие люди приходят. Я видел, как подтасовывается это все дело. Эти каналы, по сути, занимались такой практически неприкрытой пророссийской пропагандой. И пользовались они той ситуацией, что у нас законодательство недостаточно проработано до сих пор на время войны. На мой взгляд, опять же, субъективно. И то, что я общался с юристами в том числе. У нас там нет условно закона о коллаборации, о коллаборантах, который мог как-то это все нормировать и регулировать. У нас там нет еще ряда законов. Плюс законы о телевидении и вообще нормировании работы масс-медиа у нас в 90-х или даже, возможно, в 80-х еще, возможно, это наследие Советского Союза. В 93-го года законы. В 93-го, вот. И потому они явно очень неповоротливы и имеют массу лазеек, почему этим можно заниматься. И, с одной стороны, вот один тезис, да, что согласны вы или нет со мной в том, чем занимались эти каналы. Потому что, на мой взгляд, это просто российские телеканалы во время агрессии против Украины, действующие на территории Украины и на аудиторию украинскую. То есть, но, в принципе, транслирующие российскую пропаганду. Ну, то есть, я пытаюсь найти какие-то общие знаменатели, после которых мы уже будем, ну, то есть, развивать мысль. Вот насколько вы разделяете эту точку зрения? Мы с тобой полностью согласны. Мы на этих каналах не выступали. Я лично всегда говорил, что я понимаю, что идет война в Украине. Хотя война не объявлена, дипломатические отношения стоят, границы открыты. Торговля растет, все. Ну, я понимаю, что такое гибридная война. Я человек, я занимаюсь, это моя профессия. Но средний человек не совсем во все это вдается. Они не совсем все понимают. И, конечно же, правильно, что надо было с этими каналами что-то делать. Но делать это неправильно приведет еще к худшему результату. Это стратегически неправильно было сделано. Семь лет эти каналы вещают, что хотят. И вдруг ночью. И так это совпадает, что у нас пришел в Америке новый президент, который обещает вести драконовские санкции против России и вести, значит, из ада. Но в то же время северный поток санкций снимает. Они достраиваются. Нефть перестает добывать. Исландцевый газ нефти растет вверх. И первое, что он делает, звонит Путину и говорит. Мы не знаем, что он говорит. Но одну вещь мы знаем точно. Он говорит, что мы остаемся с вами в договоре по СНВ, стратегических наступательных вооружений. То есть уже дает ему понять, что мы с вами сотрудничаем, что Трамп не собирался делать. И в этом духе, но в то же время он говорит, ну давайте закройте эти каналы, братцы и хлопцы, братья украинцы. Давайте грохните эти каналы. Прекрасно понимая, что это против международного права. Это о чем говорит Андрей Тележенко. И понимаешь, и я это вижу так. Высотку вы взяли. Сейчас все украинцы настоящие. Говорят, правильно их закрыли. Вот ты у меня же герой украинец. Глухенький, да? Герой, брат, украинец. Но я говорю, для меня. Для меня. Ты вот тот, кто построит эту страну. Тот, кто будет... Ты говоришь, правильно, высотку вы взяли. Молодец, товарищ майор. Вот вам медаль. Но вы в то же время попали в окружение. И теперь вы положите батальон. И эта высотка не стоит этого. Понимаешь, тут хитро жопано продумано все это. И это такая вот соросятина и воняет прям. Потому что в международных судах... Я не думаю, что... Я молю Бога, чтобы я был неправ. В международных судах проиграют. С какой стати? Чего вдруг? И американские... И говорят, подождите, американцы нас поддержали. Кто американцы? Вы имеете в виду нынешняя власть? Кто европейцы? Нынешняя власть, она меняется у нас. У нас полстраны не поддерживают. Нас считают, что это нелегитимная власть. У нас вон бунтует страна из-за этого. А они поддержали. Что они поддержали? Ну, власть хорошо поддержала. Но у нас же в демократическом обществе не только власть играет роль. У нас есть еще негосударственные организации, демократические организации. Как журналисты без границ, как профсоюзы журналистские, просто отдельные знаменитые журналисты. А они против этого. Они говорят, это не сделано. Это нарушение прав человека, свободы слова, свободы мысли. Потому что что вдруг? Ни штрафов, никаких предупреждений. Заметь, Андрей. Путин ни одного канала не закрыл. Ни одного канала он не закрыл. Он действовал против инвесторов, против олигархов, против хозяев этих каналах. Вот НТВ до сих пор работает. А господин Евгений Киселев у вас уже вещает. Правда, не против Путина, а против Трампа. Он у него лютый враг. И он полные штаны радости, что Трамп проиграл. И теперь пришла справедливость, восторжествовала. Никаких нету домыслов, никаких фактов, никаких примеров. Вот просто ему так нравится. Понимаешь? И я считаю, что это не совпадение, что у нас в стране санкционируют и затыкают рот Андрею Тележенко. Президенту Соединенных Штатов Америки. Просто его могут отключить. Выгнали из Твиттера, из Ютуба, сайтовсюду. И Андрея Тележенко тоже. Я думаю, что мне тоже недолго осталось существовать это. И у вас это происходит. И вот средний американец, который не понимает, не участвует. Я понимаю, что мы сейчас говорим с публикой, которым Украина чрезвычайно интересна. Я понимаю, что мы говорим с людьми, которые живут в этом. И мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, что тут идет война гибридная. Мы понимаем все эти вещи. Но если ты возьмешь среднего американца или среднего европейца, он не понимает этого. Он не понимает, какая война. Разве война где-то объявлена? Идут какие-то стычки. Что-то они там не поделили, эти братья славяне. Они вечно нажрутся и давай херячить друг друга. А потом дипломатические отношения разве у Украины с Россией порваны? Нет. А что, граница закрыта? Нет. Наоборот. С Америкой хуже отношения. Потому что в Америку украинцам виза нужна, а в России нет. Торговля растет. Все такое. Так что же вы закрыли эти каналы? И вот эти вот негосударственные организации, эти все профсоюзы, журналисты без границ, они будут тоже давление придают. И Международный суд, я опять надеюсь, что я не прав, даст победу Медведчику и его команде. И вот это вот стратегически не продумано. Да. Стратегически отлично. Молодцы. Взяли высотку, товарищ майор. Но батальон вы сейчас положите, потому что вы зашли в ловушку. Вы зашли в котел. И, как я и говорю, Путин ни одного не знает. Ну и, конечно, с моей стороны, со стороны американца, понимаете, у нас так получилось с Андреем Тележенко, что если мы за Трампа, значит, мы российские, значит, мы завербованы Путиным, значит, мы работаем на Путина. А если мы не за Трампа, значит, мы с Росята, значит, мы за Сороса. Ну, если вот так, как по мне, да, так я американец, я не украинец, я давал присягу Америке, Америка моя страна, то Медведчук имеет влияние только на Украину, и все, дальше украинская территория не заходит. А вот Сорос, он влияет на весь мир, и особенно на мою страну, мой город, в моем городе его ставник генпрокурор, который выпускает криминал, который жгет мой город, и судит полицию, которая против них пытается что-то сделать. И он разрушает страны, разрушает вашу страну, используя наше правительство, используя наших чиновников, подкупая их, выдавая гранты. Когда разрушат, скупает все за даром эти страны. Но сейчас я о Соросе говорю, потому что Сорос тоже, как и Путин, это уже не человек, это система. Это система, которая так функционирует. Поэтому, когда нас с Андреем Тележенко обвиняют, что мы, мол, защищаем эти каналы, мы с ним никогда на них не выступали. Я тоже на ЗИКе был один или два раза, один раз. Я был, но разговор шел о коррупции. Не о политике, а о коррупции. Поэтому, понятно, сейчас закроют эти каналы, потом закроют и Порошенко каналы, потом закроют еще каналы, еще каналы. И, знаешь, мне уже пишут многие. От меня отписалось дофига моих в Ютубе, в канале людей, потому что это я сказал про каналы и про Украину. Но мне уже многие пишут, не связывайся с Тележенко, он российский агент, тебя будут ассоциировать с Путиным и все остальное. И мне всегда это напоминает, когда, знаешь, не надо, не связывайтесь с евреями, потому что вас будут ассоциировать с большевиками. Не связывайся, мне пишут, не защищая украинцев и Бандеру, потому что тебя будут, значит, припишут к антисемитам или к евреям, предателям, изменникам. Знаешь, и так, я считаю, себя тоже вести нельзя. Надо понимать, где правильная сторона истории и кто на правильной стороне истории. Я считаю, что да, хрен там со мной, я-то уже старенький. А вот Андрей Тележенко, он молодой, он уже пострадал так, как, знаешь, сильно, сильно по нему ударили. За что? За то, что он решил быть на правильной стороне истории? Ну что ж поделать? Ты сам, Андрей Глухенький, тоже страдаешь из-за этого, потому что ты никак не хочешь взять деньги в свои руки и сделать то, что тебя просят. Уперся, как баран. И хочешь только вещать национально-украинские интересы. Национально-украинские, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, не нациалистические, а национальные. И я думаю, что мы с Андреем, я не хочу за Андрея говорить Тележенко, но за себя я могу точно сказать. Я и не соросенок, и не завербован Путиным. Я личный враг Путина. Я, наверное, больше все-таки отношусь к украинским националистам, если уж так пошло. У них хотя бы есть идея, за которую они борются. Ну да, то есть по поводу каналов, я просто не хочу иметь ничего общего с олигархами, а так сложилось, что телевидение у нас сейчас, в принципе, в большинстве своем, повальном, ну не полностью, но главный медиаресурс у нас сейчас олигархический, и меняют... Так у нас тоже, у нас тоже. К сожалению, у нас тоже. Фейсбук у нас больше, чем телевидение. Твиттер у нас больше, чем телевидение. Гугл у нас больше, чем телевидение. CNN и Fox News все принадлежат олигархам. Да, об этом мы тоже сейчас говорим. Твиттер Гонсон, олигарх, олигарх, монополист. Поговорим сейчас и о цензуре, и о санкциях еще дополнительно. Но по поводу каналов, то есть то, что я думаю, с одной стороны, как украинцу, я просто работая в СМИ уже второй десяток лет, могу сказать, что я видел, как, по сути, готовилась первая волна агрессии против Украины. И она в том числе продвигалась очень сильно через медийную сферу. Там же не только этот Киселев, который сейчас у нас, а и второй Киселев, он работал на украинском телевидении. И не только он. Сюда пригоняли массово ведущих, редакторов, инвестиции заходили под определенные тематические программы, проекты совместные и так далее. И все закончилось. Вот у нас в комментарии сейчас написал, ребята, кто смотрит нас, пишите вопросы, у кого есть, комментируйте, как всегда, то есть я буду зачитывать. И вот оценка у человека, вот она мне близка в плане того, что Путин ТВ, ну он, я так понимаю, говорит о трех этих каналах, они как проказа в реальном времени. Ее надо было пресекать. Но если после А, ну то есть закрытия, да, не скажут очень быстро Б, В, Г, Д, то да, тогда будет, ну, пишет читатель, то есть зритель жопа. И я с ним согласен. Почему? Потому что должны быть предоставлены сейчас сразу документы, чтобы не произошло то, о чем говорит Юрий, да. Должны быть показаны, предприняты следующие действия, там, уголовные преследования, там, того же Медведчука, там, того же, условно, Левочкина, Рабиновича, Киева, упоминаемого, и всех остальных. То есть, чтобы сразу была какая-то логическая последовательность действий, документально, юридически подтверждена. Потому что вот сейчас все боятся, даже те, кто радовался закрытию каналов, боятся вот как раз того, о чем вы говорите. То есть, что не будет юридических обоснований, после чего будет откат. И откат может быть еще серьезнее. Потому что в целом, ну, то есть, как бы, закрытие этих каналов, я просто об этом говорил еще задолго. И Зеленский действительно это сделал очень неожиданно для всех. И для сторонников, и для противников такого решения. Но я говорил, что, по сути, Медведчук ведет наступление на информационном фронте. То есть, не Медведчук, по сути, это Путин ведет наступление на информационном фронте. И вот то, что вы сказали, да, вот Андрей, по-моему, сказал, или Юрий, по-моему, Андрей сказал, что если потом они придут к власти, они ведь тоже это могут сделать. Так дело в том, что там, где приходит русский мир, они не тоже, они именно это и делают. То есть, нацисты в Германии пришли демократическим путем к власти. Но это были последние честные выборы. То есть, ну, на тот момент, на ближайшее там... Мы же с Андреем не возражаем, мы просто говорим... Да, я для зрителей, скорее. Да, мы и говорим, что это все верно, только надо сделать это правильно. И тогда идите и разбирайтесь с Медведчуком, разбирайтесь с Казаком, с Рыбиновичем, с Конем, с... Кем хотите разбирать. Канал-то тут... Канал это инструмент. Закрыть канал и не сделать... Знаешь, не знаю, как это... Пристрелить лошадь за то, что проиграла гонки, и ничего не сделать джокею и конюху. Это глупо. Это не лошадь виновата. Она инструмент. Она... Ну, возьми, давай разобьем сейчас телевизор, потому что там показывают эти каналы, потому что ты видишь это в телевизоре. И надо было... Надо идти за теми, кто... Люди, которые в этом участвуют, а не канал. Канал это... И самое главное, что еще добавить в Украине, почему за это все время все такие патриоты-патриоты, там, Порошенко пришел, там, Боруби и все остальное, не создали контент, который бы перебил бы, чтобы люди не смотрели эти каналы. Ну, как бы даже создать выбор такой, что кто вот хочет, ну, есть украинский контент, который лучше. Не, как бы, не заниматься пустой политикой. На востоке Украины не показывают адекватно телевидение украинское. Почему это не сделали за эти времена? За 7 лет войны у нас до сих пор этого нет. У нас нет адекватного вещания. Я все время говорил, что проигрывайте информационную войну. Мы с Андреем... Мы с Андреем Глухеньким это постоянно голдоним. Мы с Андреем Глухеньким это постоянно голдоним. Чтобы сделать адекватный за эти 7 лет контент. И действительно потом, когда партия, там, тот же ПЗЖ, блок будет разбита политически, а не на втором месте. Потому что если сейчас заняться переследованием всех этих людей, они же пойдут в Евросуд. Потому что это не только по телевидению, а на вторая партия, и даже по некоторым рейтингам, первая партия сейчас по рейтингам. И, там, лидеры партии, там, тот же Бойко, и другие, одни из лидеров в втором месте по кандидатам президента. И сейчас, если пойти преследования против них, это будут политические преследования. Они воспримут это, да? Они воспримут это политически? И потом выйдет то, что у нас будет полный хаос. И действительно, потом Путин напрямую тупо зайдет и захватит все, что было. Потому что мы никому на Западе не будем нужны, такие, какие мы есть. Вот это проблема. Сейчас создают хаос. Вот этими действиями, неадекватными, потому что это не государство, где государство должно думать. Государство не должно думать. Вот Андрей Тележенко это объясняет дипломатически. Я просто сказал, что воняет Соросятина. Я не мог так эликватно объяснить, как он. Поэтому я сразу просто сказал, что воняет это Соросятина, чтобы развалить, разрушить мое государство, Украину и все остальное. Но Украину полегче это сделать, чем у нас. Но все равно делается. Это делается. И я вижу в этом огромную опасность. Ну, то есть, как бы, да. С одной стороны, я согласен, должна быть стратегия в любом случае. То есть, как бы, я к чему? Что, ну, русский мир там, где приходит, ну, то есть, победа, условно, там, пророссийских сил, вот этих всех, там, Елен Бондаренок, Боек, Медведчуков, лично мне не сулит не просто ничего хорошего. Это не то, что там без работы, там, или еще что-то. Это сулит серьезные уголовные преследования и так далее. То есть, как участникам, там, Майдана, как сторонникам, там, прозападного или, там, независимого от России развития государства. И тут, почему многие поддержали, да, и почему это был ожидаемо многими шаг, почему это, ну, обрадовались многие люди. Потому что сработал обычный, самый естественный инстинкт самовыживания, который тоже сработал. Ты видишь над собой домоклов меч, и потом кто-то берет и его убирает. Просто неизвестно, не вернется ли он еще в большем размере вот через какое-то время. Вот то, о чем вы говорите. Вот это очень опасно. Потому что само по себе, ну, то есть, как бы, существование подобных политических проектов в Украине, которые набирают вес и набирают, и существование подобных медийных площадок российской пропаганды, они, то есть, воспринимались лично мной, как угроза моему физическому существованию. Я просто очень хорошо запомнил тот момент, вот когда Майдан был, когда начались уже серьезные избиения, когда пошли первые погибшие, и стало понятно, что это уже не игры. Когда начали говорить, да нет, давайте, кто-то, ну, либеральный более, начал говорить, да давайте прекратим, вот человеческая кровь пролилась. А наоборот, приходит осознание, что все, пути назад нет. Если ты сейчас просто встанешь и уйдешь, то за тобой придут. Рано или поздно за тобой придут. То есть, нужно додавливать уже до конца. И потому я, я вот как радикал, ну, то есть, я сейчас себя причисляю в этом плане, вот в этом плане к радикалам, я считаю, что не додавили, что Майдан не окончен. И он не окончен как в сторону олигархов, для того, чтобы экономика развивалась, чтобы государственные институции нормальные строились, так в сторону и пророссийских сил. А по поводу ресурсов, да, я с вами абсолютно согласен, господа, что нужно было нормальную трансляцию украинских телеканалов на Донбассе организовать, нормальные площадки создать для вещания про украинского телевидения на территории Украины, какие-то конкурентные. Но с другой стороны, я понимаю, просто и попыток больших не было. Давайте честно, действительно, никто этого не делал. Но даже если бы эти попытки были, тягаться, это как играть с шулерами в карты их колодой. То есть как бы тягаться с ресурсом финансовым, пока его не обрезать, и не обрезать возможные направления людей, ставленников отсюда, то есть не создать условия, чтобы они не могли здесь действовать. И пытаться перебить деньгами, у нас не получится, у Украины никогда перебить кремлевские деньги. То есть не создал определенные действия. Потому здесь я, да, я с одной стороны прекрасно понимаю, о чем вы говорите, с другой стороны не могу. Просто я боюсь, что это не стратегическое решение. Вот то, что Юра сказал, то, что Андрей говорит. А это решение, возможно, возможно, я допускаю, продиктованное какими-то тактическими интересами, где вот у нас бывают моменты, когда интересы власти совпадают где-то с интересами государства. Ну, условно, тактические хотя бы. Вот вы говорите, стратегическое это может быть поражение. Возможно, я не буду дискутировать. Возможно, это и так. Но вот здесь совпало, потому что на этих каналах больше всего гнобили... А почему это совпало сейчас? Семь лет... О, я же о чем и говорю. Потому что пришли новые рейтинги, Зеленский увидел, что они провальны. И эти телеканалы одни из наибольших площадок, которые его мочили. То есть, условно, каналы Порошенко закрывать не так с руки, потому что будут говорить исключительно о политических преследованиях. А эти каналы... Ну, то есть, как бы, тут совпадает, что о них и так уже давно говорили, что с ними пора что-то делать. Потому что на следующих выборах победит пророссийский кандидат. Скорее всего, это приведет к общественным, серьезным столкновениям, невозможно, реальному гражданскому конфликту, а не тому, который придумывает российские СМИ. И этим, естественно, воспользуется Путин. И тогда, действительно, мы можем потерять государственность. Это мое видение ситуации. Почему? Надо же было тогда бороться с этими людьми. Совершенно верно. Я согласен с тем, что и во времена Порошенко, и во времена СМИ их пошляли. Ну, то есть, как бы, создавали... Как я это вижу, то пришел Байден. За место, как так раз санкции не можешь, так он говорит, давай грохнеть. И тут они пытаются подыграть. Вот это... И это на руку Соросу. Это то, что хочет сделать Сорос. И вот так вот я считаю, что с этими каналами Украину подставили. Подставили. Стратегически подставили. Оппозиционную площадку, любую к власти, это очень опасно. Опасно. Я, который тоже и в оппозиции был, и за Порошенко, и сейчас действующие власти. Ну, мы все понимаем, как работают каналы другие. Кого фильтруют, кого приглашают, кого не приглашают. И потом людям просто будут закрывать рты. Я на Нижман там эти все каналы не ходил. Я там сейчас на наш хожу, поддерживаю их, чтобы их не гнобили. Но сам факт, что других там приглашают почему-то всех. с разных сторон. И Тараса, Чайновола, и там с разных партий, как я вижу, когда туда время в времени просматриваю, когда туда прихожу. А почему-то прямой канал не приглашают никуда. Меня там раз пригласили, записали, ведь не выпустили в эфир передачу. Потому что такая политика редакционная. Да, это олигархия. Почему государство не может олигархов пристремить и сделать, чтобы они работали над государством. Потому что наши олигархи, их легче контролировать, чем в западных. Если это уберут сейчас наших всех олигархов, там даже думают, что кто-то пропетляет и останется, пельчук, так как он с олигархом работает и его тоже уберут, смертут и все остальное. Пройдут свои корпорации западные, которые у них нету стандартов. Гаррич знает, как это тоже в западе будет. Они продавливают свои вещи так, как выгодно им. И мы потом точно не сможем контролировать никого. Ни через Америку, ни через государство, ни через суды. Потому что будут большие олигархи. А почему не взять этих олигархов в оборот государства, чтобы они работали на государство. Своих же денег, своих же олигархов. Дать им возможность платить налоги. И не дай бог украдет, тогда действительно их посадить, чтобы они отвечали. И в то же время их не имеют идея, чтобы работали на государство. Их не деньги работали на востоке Украины, чтобы это была инвестиция в развитие нашего государства и медийно, и бизнес. И это все как бы совместно. Просто нету государственной практической воли и нету государственного вмешивания людей, которые приходят в власти. Вот пришли продюсеры и актеры. И у нас получается цирк. И до этого просто клептоманы, точно как Порошенко, который в виде 100 долларов внес на текло. Я просто лично знаю это, я как бы уже могу про это комментировать. Я скажу все. Ну, тезис про доллары. Разведите мысль, пожалуйста, Андрей. Про доллары? Что при виде доллара Порошенко... А, я просто не расслышал. Я думал, там расценки какие-то на каналах. Я просто... На каналах есть расценки. 112-й мне давал расценку, я еще не врубился. Думал, что это тебе. Что это мне, да. Я выбрал самую дорогую программу. Знаешь, ну, я бы на этой хотел выступить. Они говорят, вы такой умный, вы такой интересный. Давайте, мы вас пригласим, вы будете рассказать, что вы хотите. Вот я так смотрю, наконец-то поперло мне. Ну, наконец-то. Слава услышал, бог мои молитвы. Мне начнут платить за мои выступления. Ну, конечно, я скромно выбрал самую дорогую. Они говорят, ну, хорошо, оплатите там все, и вы, пожалуйста, выступайте. Я говорю, я что-то не понял, кто кому что должен платить. Они говорят, нет, нет, мы вас будем раскручивать. Я говорю, а меня-то зачем раскручивать? Мне для раскрутки все это делать. Мне-то что? И я скажу такую вещь. Вот интересно, когда там Украина-24, после первых дебатов Трампа с Байденом, да, они у меня взяли интервью, все хорошо, все интервью взяли у меня, и потом взяли у нашего такого этого друга, пидора Зеленского, да, его выставили, а меня нет, меня убрали с программы. Зачем они это сделали? Вы же, вы, зачем вы манипулируете в наших, вы как бы двух американцев, но он такой американец, как я китаец, ну, не важно. Вы считаете, что мы два американца взяли, мы меня, который был за Трампа, вычеркнули, а его оставили. Все, больше меня не приглашают они, потому что я высказал свое фе в эту сторону, говорю, зачем, мне что делать, что ли, нечего больше, чем подыгрывать вам, подмахивать. Татарский канал, возьмем, да, все время меня туда приглашали, Артея, да, с нашим тоже хорошим этим Муджабеевым, не поймешь, Муджабаевым, да, он тоже у нас. Я выступал, выступал, нет, не годится, за Трампа, он против Трампа, он причем, он татарин, хотя теперь говорят, что он еврей, я не пойму, татарин или еврей. В общем, тебя Крым должен волновать, тебе гранты дают, чтобы за Крым, нет, вот Трамп мешает ему Крым получить обратно, и из-за Трампа Крым потерять. Сидишь и говоришь, ну давай обсудим это, ни хрена, ни хрена, все равно, вот Трамп из Чаодиады, и будем только вещать, при чем тут Трамп, о своей стране, о своей стране, заботьтесь, но Трампа тоже запускать нельзя, воняет Соросятиной, Соросятиной воняет, и поэтому единственный канал, который еще чего-то там пригласил, по разу, это был вот этот наш, потом опять стали мне говорить, что он пророссийский, что-то, я не знаю, и сегодня тоже пригласили, сегодня тоже приглашали, 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 и я передвинул за это вот нашу программу, и нашу программу я сейчас передам, потому что наш умолял меня весь день сегодня, чтобы я пришел, я говорю, хорошо, сейчас я со своими друзьями договорюсь, передвинем, потому что сегодня было, ну необходимо, мне было на это, только я с вами договорился, они звонят, говорят, извините, там у нас другой пришел назвали какое-то имя он уже там, поэтому извиняемся извиняемся, говорю, подождите, я званием старше, чем тот, которого вы теперь поставили и я уже много измену, извиняюсь вот, для чего, зачем? потому что они все выполняют какое-то задание, поэтому наши слушатели наши, кто нас смотрит, поддерживайте канал Андрея Андрея Глухенького потому что здесь вы услышите правду и никаких у нас нету никаких интересов, в этом кроме как донести поддержите этот канал, за место, чтобы смотреть все эти вот каналы у которых есть какая-то цель, причем цель такая глобальная может быть у меня паранойя но цель заключается в том, что надо избавиться от Трампа, а заодно и от Тележенко и от меня смотрите господа, с одной стороны да, я согласен полностью вот на этих выборах американских выборах, наши СМИ вот, украинские СМИ показали на мой ну, то есть, американские СМИ я не буду туда мешаться, все-таки я не гражданин Америки я не настолько я понимаю, я скажу я просто не настолько вы уже с нами я в курсе, что в одной лодке но я к тому, что я не настолько детально следил как там развивалась ситуация потом увидел, что да в Америке оказалось ну, это я мы с Юрой это обсуждали еще полгода назад если не больше как-то в эфире что я говорил у Трампа вот проблема он у него одна площадка Twitter и Fox News да, все и в современных реалиях это очень сложно ну, то есть, как бы выиграть если против тебя прет огромная информационная машина и так и сработало то есть, соцсети его обрубили все остальные создали необходимую картинку и там кто как чего считал уже никому стало не важно потому что информационная картинка создает общественное мнение и как бы легитимизирует сама по себе и вот в Украине в том числе такая история была с тем, что я видел как вот мы буквально эфир или два назад обсуждали как, к примеру на прямом обсуждали инаугурацию Байдена на прямой пригласили трех экспертов нет, четырех по-моему экспертов четверых и там еще кого-то включали они все явно были продемократические ну, за демократическую партию ну, то есть просто даже слышно было как они хвалят вот наконец-то уходит эпоха Трампа вот вот Америка радуется приходу и так далее и одного который пытался высказать более-менее мнение якобы Ширнуй Трамп тоже хорошее сделал но что они сделали они пригласили по сути ведущего КРТ и он часто вот опять же на ватных каналах то есть это был ватник ватник который вот в отношении американской политики высказывает более-менее такое взвешенное мнение и потом если кто-то вдруг начнет сомневаться но он реальный ватник ну, то есть как бы мне стало интересно полез читать там он русский мир украинцы не до нации не до языки и тому подобные вещи что культура только есть русская украинская хуторная и так далее и они его пригласили тем самым показать что вот если вы за Трампа вот смотрите кто Трампа защищает то есть это тоже своего рода такая манипуляция но у нас же беда в том что у нас есть полигархические каналы как правильно заметила Андрей Тележенко и российские каналы олигархические то есть которые работают на врага но вот у меня сразу вопрос вот Юрию как человеку который в Украине много времени провел более того общался с многими высокопоставленными людьми в Украине да и Андреем который представлял Украину то есть у меня к вам обеим сейчас вопрос вот вы говорите почему государство не может и такой компрометирующий немножко возможно вопрос у нас государство есть сейчас но я имею ввиду не как юридическое то есть это ясно есть а как субъект сам по себе вот есть олигархи есть государство существует ли у нас государство без олигархов в плане того что насколько субъектность государства можно считать хотя бы равной субъектности олигархов в государстве если министры принадлежат олигархам депутатские фракции принадлежат олигархам основной промышленный потенциал принадлежит олигархам и СМИ принадлежат олигархам Где здесь государство? То есть, есть ли у нас государство, которое может бороться сейчас с олигархами, по вашему наблюдению? Ну, я скажу так, что, понимаешь, в каждом государстве есть люди, с которым государство или власть, или партии должны считаться. Они не могут их там. Это те, которые имеют огромную индустрию, которые контролируют СМИ. Но невозможно у нас, чтобы власть не брала в учет Марка Цукенберга, которому принадлежит Фейсбук. Что бы там ни делали, какую бы там конкуренцию мы ни создавали, чтобы развалить эту монополию, это очень-очень-очень сложно. Невозможно также Брина, которому принадлежит Гугл, или кому принадлежат Shell, кому принадлежит Exxon, кому большие фармацевтические фирмы принадлежат. И государству надо, конечно, с этим считаться. И с ними, потому что они дают много работы, много, этот Трамп тоже с ними встречался, договаривался, чтобы они привезли обратно, задавал им налоги, с них не брал, чтобы они привезли обратно индустрию, обратно в Америку, которая уехала в Китай. Из-за того, чтобы работа была у людей, чтобы стратегически было. Когда вот эта пандемия началась, у нас ни лекарств, ни хрена нету, все китайское, заготовки все китайские. Все стратегические вещи, у нас даже некоторые детали для наших ракет и самолетов делаются в Китае. И вот это, когда пришло сознание, то надо было, ну вот с этими людьми, конечно, надо же считаться, потому что они имеют очень, эти вот олигархи, эти монополисты, они, да, имеют большую силу и никакая власть выдержать не может. Что и произошло с Трампом, это была его проблема, что он ни у кого из них денег не брал, ни у каких лоббистов он денег не брал. И он себя вел так, что он их сейчас сам всех вот развалит, и Конгресс внесет ограничения, сколько они там могут быть, и Китай он себе взял, и фармацевтические фирмы, и военную индустрию, и войны закончили. Конечно, они все пошли против него, поэтому все. Насчет Украины, понимаешь, это очень, очень сложная у вас ситуация, экономическая, военная, политическая, даже географически вы расположены. Почему тут такие красивые девушки, все такое, потому что здесь туда-обратно прошлись несколько раз все остальные, перемешали все. Поэтому здесь очень сложная ситуация. Я могу сказать одно, потому что я, ты знаешь, я не люблю вмешиваться в вашу внутреннюю политику или говорить украинцам, за кого голосовать и что делать. С американской стороны я могу сказать, что Трамп лучше для Украины, чем Байден, допустим. А Сорос плохо для Украины, во внутренней вашей политике я не люблю говорить, что там Порошенко лучше, чем Зеленский, Зеленский лучше, чем Янукович. Это ваше дело, это вы решаете сами для себя, это не моего ума дело. Но я могу сказать, вот в этом я уверен, может быть, и вмешательство в вашу политику каким-то образом, что ваши солдаты намного смелее и намного достойнее себя. Ваши политики трусоваты, они постоянно пытаются подстроиться под Америку, под НАТО, под Европу. Вот сейчас Байден, давай под него будем, значит, подставить. Следующий будет Камала Харрис, давай покрасим всех в черный цвет, может быть, ей понравится, черт его знает, давай попробуем это. Какие политики такие? Ну, у вас это очень ярко, вот как по мне, ярко выражено, насколько у вас бравые воины и насколько тусливые политики. У нас нет государственников. Чиновники, да, чиновники вот эти вот, они коррумпированные, они какие-то... Нету именно государственников, которые думают, вот придут и думают, что они понимают, куда они попали. Многие из этих людей, которые сейчас при власти находятся, депутаты, которые, говорю, там, сейчас кто-то принадлежит каким-то олигархам. Ну, везде так в мире есть, но у нас это перешло в те же корпорации, зерезлоббистов, или поддерживают ту или иную партию, политика. Как бы, сенатский выбор, вот, лично оконул, те выборы миллионов долларов были вложены в твадок, демократы и юсимиканцы. По отдельности, и корпорациями, и которые, как бы, куда эти деньги подойдут, это тоже вопрос. Так что тут вот ситуация по Украине, и я хочу, чтобы на этом концентрироваться, так как государственников. Люди пришли, они не понимают, во-первых, где они. Они две копейки отдают государству. Они поддают государственные интересы. Они не понимают, что такое государственные интересы. Они не понимают, как построено это государство. Есть бюрократия. Есть бюрократы, на которых держится тоже это все. Потому что их просто в Западе, почему-то в Германии, в Америке, везде в Америке. Старожилы такие, тяжеловесы, дедушки уже там, которые прошли огонь и воду, все знают. А у нас, я тоже молодой, мы там молодежь, молодежь, в саду. Вчера был менеджер, по году курсы бизнеса, а с средним министром или депутатом ставят. Человек не понимает всех остальных и еще добивает государство. И вот, конечно, принесли там 100 долларов, 1000 долларов или 10 тысяч долларов. Вернут за это и не продал. Раньше, да, но раньше люди понимали какие-то из принципа, на которые нельзя перейти. Не говорю там про режим, как бы там, пророссийских, которые сдавали в СССР. Я говорю про те времена, когда в время Кучки были проблемы, когда были государственные, когда были государственные, когда были государственные. А у нас сейчас систему разбили и не понимали, как ее надо, потому что ложатся под американцев, под русских или под еще кого-то и не отставят свои интересы правильно. Можно просто выбежать с голой задницей и с флагом и сказать, что ничего не даст. А можно прийти, сделать свое задание, отработать, построить государство или вверху свою внести. И сказать слава Украине потом. Действительно, эффект. Эффект, который, что Украина получила результат, а не просто акции делать. Однодевки, пиарно развиваться, ехать, договариваться, как Шмагаль сегодня делает. И оно ничего не даст. Сегодня просто по информации показать, что мы что-то пытаемся сделать, хотя, в этом есть никакие переговоры. Это как бы пшик в воздух. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, которая сейчас стоит. И люди, которые в области, они это понимают, потому что им не за что жить. Извините. Когда продажают МВФ и давят на наше государство, поднимите тарифы, каждый раз. Даже это не за деньги. Живые. Крэнну присылали американцы, Египту. 2 миллиарда в год продают. Парестивцам 100 миллионов дают. Кэши, наличные, деньги. А в нам кредиты виртуальные. И мы за это, извините, уничтожаем свою нацию. Людей нет за что им прожить. Потому что оказалось, что мы такие правильные и работаем про западность. Это не про западность. Про западность это когда ты двигаешь страну. Забываешь свои интересы на адекватном уровне в государстве. И не дает, чтобы народ бедствовал. Если народ будет жить, тогда это будет государство. А все... И олигархи могут быть. И не быть. Но в то же время даже можно взять, использовать. Это на благо людей все. И это тоже... И тут же, чтобы вложить, чтобы они работали. И чтобы министры этим руководили. Чтобы министры были, как бы, если их поставили на эту должность. Чтобы депутаты понимали, что они представляют народ, а не олигархи. Вот это главное. Они этого не понимают. Надо просто менять тогда... Я спросил, потому что, ну, в моем видении, то, что, да, действительно, у нас... Ну, то есть, вот Юра сказал, представители Гугла, Эппла, да, но с которыми приходится считаться, там, Цукерберг тот же. Да, но они не совсем олигархи, потому что они очень богатые люди, владеющие фактически целыми направлениями, но у них нет... Ну, то есть, как олигарх такое, оно очень размытое понятие, есть много определений, но одно из них, то есть, главное, это богатые люди, которые используют власть для, собственно, для развития, собственно, лоббирования, да, своего экономического направления, так скажем так, развития, да? Ну, а нет, они делают это, они у нас тоже это делают, Цукерберг и все, они сейчас так влияют на власть. И, то есть, как правило, да, должно быть, то есть, СМИ, ну, в том или ином формате, сейчас СМИ можно считать и Фейсбук СМИ, и Твиттер СМИ, это должны быть какие-то серьезные экономические мощности, и это должны быть какие-то политики. Но я к тому, что можно ли демократическим путем, вот к чему я вел, на ваш взгляд, действительно что-то изменить, если учитывать, что основной ресурс находится у них, плюс у нас война с Россией, плюс Россия сейчас, опять же, продвигает, ну, то есть, как бы, продвигает собственные интересы не мытьем, так катанием, не на фронте, так через парламент, так через СМИ и так далее. И возможно ли вообще демократическим путем в таком случае ожидать каких-то изменений? Возможно, опять вернусь, государственным путем, правовым путем, с политической волей сверху, сделать те или иные шаги для того, чтобы государство развивалось. Раз. По войне с Россией. Что мешает нам? Мы понимаем, что мы не можем победить, мы не пойдем на ступенье на Москву. Никто не пойдет. Ни Америка не пойдет, ни мы не пойдем, за нас никто не будет воевать, надо понимать, что мы можем сейчас. Мы можем сейчас восстановить кровопролитие, чтобы лучшие воины Украины, хлопцы-девчата, которые там сейчас воют и вложат свои жизни на востоке Украины, чтобы это прекратилось хотя бы. У нас затягивается процесс переговоров. Поехать и договориться или напрямую, или уже сделать политическую волю, как мы этот шаг делаем. Самый простой сейчас шаг, чтобы это все откинуть, договориться на нейтральной площадке президента Украины, президента России. Публично провести переговоры. Это один из первых шагов. Нам выгодно Украине. Для нас сейчас, только если к войну, это более выгодно. И потом разобраться дальше. Мы будем разбираться, что там происходит. Кому война, кому мать родная. Но я к тому, что это если вторая сторона, то есть по сути сторона агрессор. Я прошу прощения, у нас тут еще, я держал это в тайне, у нас тут четвертый соведущий. Немножко. Сейчас. Можно ли это сделать, учитывая, что агрессию начинали ведь не для того, чтобы ее потом прекратить где-то посередине. То есть, если Путин в этом не заинтересован, то насколько что-то в наших силах Украины, скажем так, хотя бы добиться прекращения огня. То есть, насколько я видел, тот же Зеленский пытался что-то сделать, но ему еще тогда говорили, что у тебя ничего не выйдет. Потому что прекращение огня возможно только, когда Россия перестанет стрелять. Хотя мы видим снайперский огонь, у нас постоянно потери сейчас даже. Понимаешь, когда, я не буду говорить про Зеленскую, я буду говорить в общем у президентов или у лидеров. Когда они популярны, так как был Зеленский вначале популярен, то, конечно, ему было выгодно это остановить. А когда президент становится непопулярной, ему невыгодно это остановить. Потому что на кого он будет, кого он будет винить в своих неудачах в государственной экономике. То есть, может или не может, вот я скорее так говорю. То есть, ну понятно, что рейтинг нужно, ну то есть, как бы на войну всегда, во всю историю все все списывали. Ну то есть, это очевидно. И в России, Россия постоянно, как только начинаются какие-то внутренние неприятности, они тут же все в какую-то... Да, война. ...бедосную... ...как у нас... Мы окружены враждебной и агрессивной Украиной со всех сторон. Потому что может ли Украина это сделать, учитывая, что не мы эту войну начали, ну то есть, как бы, и соответственно, что сейчас изменилось. Вот с 14, условно, с весны 14-го года, что существенно изменилось, что появились какие-то новые возможности нам как-то повлиять на то, чтобы был прекращен огонь. Андрей, вот вы говорили... Затянулась ситуация для всех сторон, и для России, и для Украины эта ситуация затянулась дольше, чем все планировали. И России невыгодно это направление вести, так как это убыточно им. Они с Крымом пытаются разобраться, туда вложить деньги, чтобы показать, вся Россия туда скидывается, чтобы поддержать Крым. А восток Украины, им невыгодно сейчас удерживать, ну, в моем понимании лично, я могу ошибаться, но это как бы раз. Для нас выгодно, чтобы война прекратилась, потому что нам надо развивать нашу страну, экономику, и, как ее целостность, двигаться дальше. Война нас держит расприкованное к этому месту, как Гранд Грена. И мы не можем двигаться, если мы ее отрезаем, мы ее лечим. Нам надо сделать решение. Мы ее должны быстро, эффективно. Это просто политическая воля руководителя страны. Но с таким рейтингом Сиренский не сможет поехать ни к одному президенту, ни к России, ни к Западу. Сказать, что я вам обещаю, вот мы в течение полгода через парламент, через государство, через нашу кабинет министра решим все вопросы. Мы как бы к какому-то консенсусу доходим, и мы как бы это все прекращаем. Это уже, скорее всего, будет новая власть, которая будет договариваться, и которая решит проблему войны. Но это надо политическая воля лично президента Украины, чтобы он не играл в политику. Мы ее не начинали, но мы должны ее закончить, на благо нашей страны, и развивать ее. Вот в чем вопрос. Я против того, что в России идет войну на востоке Украины. Я против этого. Но дальше, когда убивают людей каждый день, лучше эти мальчики, эти девочки, которые там воюют, они могли развивать эту страну. Они могли учиться за границей, они могли тут учиться, они могли поднимать эту страну. У них есть воля, сила. Они гибнут там. Это надо прекращать. Люди хотят жить. Экономика просто у нас разваливается. Вот какие причины сейчас дошли до того, что у нас нет ни поддержки на Западе, как мы видим, холодильники нам только присылают для ковида, поменяют ситуацию. У нас ситуация плачевная в середине страны. И это надо продвигать политическую волю, договариваться, ехать на нейтральную территорию. Сейчас, например, АВСИ, договариваться, решать вопрос, не затягивая, через минские процессы, нормандские, там где-то все тянется, и никто не понятно, кто там ведет переговоры. Или в Минске ведет бывший бой. Не понятно, кто, какие-то уже актеры ездят туда общаться. Или мы решаем государство, решаем судьбу страны и людей, в первую очередь. Каждый человек на вес золота у нас должен быть. А не вот, ну сейчас меньше уже там стреляют или больше, некоторые эксперты на вес золота. Прокращаем войну, двигаем экономику, развиваем страну совместно с международными институтами. Веднями номинациями, был план, какие есть планы, разработки. И что мы, в Киевском городе, по работе с объединенными нациями, по оккупированным территориям. Как их восстанавливать и как вкладывать туда экономику и безопасность. Люди хотят брать и делать выход на эту войну всем. На этом завтра мы. А страну дальше мы можем двигать. Как только война прекратится, будут инвестиции. И будут взять под контроль олигархат, чтобы он работал совместно с государством, развивал те же территории. Хочешь работать в Украине, вкладывай 100 миллионов долларов в развитие Донбасса и Луганска. Война была, ты заработал, ты украл. Теперь твои компании будут развивать этот регион. Не хочешь, мы завтра начинаем проверки и садим. Это сделать по закону, в правовом поле. Можно это сделать, а не делать какие-то преференции, думать, что ты еще актер. Ну, смотрите, у меня тут просто вот я логической коллизии, я не совсем понимаю вот этот механизм. То есть, ну, опять же, это свое субъективное видение, что война-то и была начата для того, чтобы остановить процесс, как бы должен был начать Майдан. Ну, это мое видение. Мне кажется, вот мы с Юрием это уже тоже обговаривали не раз на эфирах. Мне кажется, как раз то, что Украина начала дрейфовать от России, послужило причиной агрессии военной России. Ну, то есть, потому что, как бы... Ну, да, они не хотели, чтобы Украина вступила в НАТО. И, следовательно, война остановила, по сути, Майдан. Ну, то есть, потому что, то есть, тот пассионарный запал Майдана, да, реформы, люстрация, вот эти все разговоры, он вылился в то, что самые активные участники ушли либо волонтерить, либо воевать, либо еще как-то спасать государственность. Особенно после того, как все увидели, как Крым был оккупирован быстрый. То есть, понятно, что когда увидели, что те же процессы начинаются на Донбассе, общество не стало уже ждать, что там государство порешает. Государство в том тоже подключилось, ну, так или иначе, оно подключилось. Но там добробаты, волонтеры, черные человечки, как угодно. И, ну, очень много моих друзей, да, там оказалось, помогали, ездили. Но самое главное, да, был канализирован вот этот вот пассионарный запал. То есть, в этом плане Кремль своего добился. Основной запал на изменения в государство ушел на защиту государства. И если так, то какая логика в том, чтобы прекращать, если цель достигается? Если сейчас прекращается война, мы начинаем развиваться, и Кремль получает под боком сильного соседа, который имеет вопросы по тому, чтобы вернуть нам Крым, вернуть нам Донбасс, и имеет вообще еще ряд по-хорошему материальных вопросов таких ого-гошеньки на тот ущерб, который был нанесен в течение 7 лет российской агрессии. То есть, понятно, что я не совсем понимаю, как это может устроить Кремль в данном случае, для того, чтобы прекращать войну против нас. Если можно, я добавлю, потом Гарри уже. Да, конечно, конечно, говорите. То, что мы от России, тут никуда не денемся, она у нас под боком, мы никуда не уйдем. Это раз. К сожалению, у нас такая геополитическая локация, мы не можем переехать Италию и быть где-то в другом месте. Ну, Израиль тоже так находится так себе, но вроде как более-менее. Ну, Израиль занял сильную жесткую позицию, и сильный Запад, который двигает. У нас такой нет позиции, у нас даже диаспора не объединена в Америке, и на Западе они между собой продвигают каждый свой интерес. Ну, вернемся к Украине. Ситуация, слова Ирадия Иосифовича Чудовенко, великого министра, я считаю, людей нашей современной Украины, который как бы основатель народного руха, патриот, это как бы, я думаю, никто не скажет противоположное. В свое время я говорил, что мы, наша сила, что мы находимся, что мы между Западом и Востоком, и мы можем маневрировать и использовать это на наше благо. Это в первую очередь. Всех мы, мы не нужны тоже, как и Западу, в таком формате, мы не нужны им, мы нужны как буферная зона. Когда мы же вели переговор, мы общались с топ-чиновниками США, нам дали понимать, ну, в таком формате даже, когда военные действия, не будет никогда запад. И будет договориться, если у нас Россия, та же Америка, та же Германия, она будет всегда буферная зона. И мы всегда пытаемся идти туда, куда нас не ждут. А почему мы не используем нашу территорию собрать государство в Едине, в Востоке, начать с Востока? И ситуацию для того, чтобы налаживать Восток и Запад совместно. Я думаю, в будущем еще лет 5-10 будет новый союз. Тут Польша, Венгрия, Прибалтика, Украина, Крымские страны, все эти объединения. И мы тут будем новый, альтернатива Евросоюза будет в центре этих событий, а не мы будем двигаться туда. Потому что мы двигаемся там, где нас не ждут. Большинство, нас используют сейчас. Нам говорят, что мы идем реформами, но у нас эти реформы только разрушают государственность, систему государства. Даже иллюстрация, она антиконституционная. Почему бы не провести это через закон, адекватно, через конституционный суд это принять, когда было возможно. Приняли через колено, и это все как бы двигалось в это направление. Мы должны использовать свою силу и свою территорию, как мы находимся, между Россией, Западом, и выжимать из этого как максимально больше. Надо где-то с Китаем, надо где-то с Америкой. Невыгодно с Америкой, набрали в Китае, там договорились. Невыгодно с Европой, или с Россией, набрали в Америку. Мы должны это использовать. Мы, извините, нас уже кинул в Запад, мы сейчас пожираем плоды. Ядерное оружие отдали, что мы за это получили? Ничего не получилось. Мы всегда думаем, что мы должны перед Западом прогинаться. Мы должны западать третий ядерный потенциал, самый большой ядерный потенциал в мире. Третий. Извините меня, это не одна, и там две по Северной Корее, там перед ними все ахают, или Ирану, там где миллиард долларов, сто миллиардов долларов им дали. Извините меня, мы отдали третий ядерный потенциал в мире. Нам Запад должен помогать. Мы хотели сотрудничать. Нам это не нравится, мы откинули. Просто нету сильной позиции. Так само и по России. Мы можем прекратить войну, это даже в Украине. Люди этого уже хотят, люди хотят жить. Надоело вот эти маневренности между и между. Они хотят жить в Украине. Они никуда не едут, ни в Россию, они там наши, сохраните то, что есть пока. А то мы потеряем все потом. Ну вот, я как раз по поводу того, что Запад нужно строить в Украине. Ну, то есть, как бы, вместо того, чтобы куда-то идти, ну как, идти-то, сближаться нужно, но строить, в первую очередь, с теми ориентирами, которые нас якобы привлекают, там, к примеру, в других регионах, нужно здесь для того, чтобы, собственно, потом на равных разговаривать с кем угодно. Но тут, да, тут мы можем долго там дискутировать по поводу, как можно, не можно закончить. Юр, ты хотел что-то сказать еще по этому поводу? Нет, я согласен, но мы это уже тысячу раз заговорили, что я повторял то же самое, что перестаньте ждать, что вам кто-то поможет, что кто-то вам придет на помощь, там АНФ, Америка, Германии помогать не будет. И, да, выскажут свое недовольствие, скажут, что сейчас там мы недовольны по-навальному, мы недовольны, что вас отцены. Но никто ничего делать не будет за вас. Помогают только тому, кто помогает сам себе, кто сам сильный, кто может постоять сам за себя. Опять же, приведу Израиль в пример, потому что тоже они такие жлюбные к ним. И они не ждут, знаешь, они не все сверяют с Америкой. почему Натаньяху и Обама ненавидели друг друга. Потому что Натаньяху, говорил, не подкладывался по нему, а я говорил, нет, это никаким образом не выгодно для моей страны, и стратегически будет ошибка для моей страны, поэтому идите к черту. И ничего, были плохие отношения, с Трампом были хорошие отношения. Вот и все. Это, знаешь, это Украина, видимо, еще не привыкла к такому, что сказать, насколько ваши солдаты уверены в себе, уверены в себе, настолько ваши политики подстроятся не под державу, не под мировое общество, а под какого-то отдельного лидера, под Меркель, под Трампа, под Трампа Несенева, под Обаму. Вот сейчас об этом поговорим. Деньги портят людей. Говорим, во-первых, хочу сказать спасибо нашим зрителям Таня и Никита, которые вот уже донаты сбросили, задонатили, вы можете видеть показатели. Во-вторых, да, огромное спасибо, благодаря вам мы, собственно, и работаем, и для вас работаем. По поводу, так, что-то я немножко сбился, простите, с мысли. Не портят людей, ты сразу увидел донатов. Испортил, да, слегка, из-под 12 долларов. Ну ладно, это хорошая сумма, если бы все хотя бы дали по 12 долларов, то я думаю, что мы могли бы вещать намного больше и лучше. Да, собственно говоря, тут по итогу этой темы свое мнение, что у меня, скажем так, немножко я не уверен в том, что это достижимо демократическим путем, наблюдая, как все происходит на тех же каналах изнутри, наблюдая, как общаясь с некоторыми госслужащими, в том числе вхожими в высшие кабинеты, какие критерии, чем руководствуются они в своей деятельности и в жизни. Я прихожу к мысли, что людей очень мало тех, кто настроен на строительство серьезно, плюс у нас огромное количество зависимых от бюджетной сферы людей, работающих в бюджетной сфере либо на предприятиях, где они очень зависимы от решения государства, у нас популизм будет побеждать в любом случае и, к сожалению, демократические процедуры. То есть получается контроль над информационными ресурсами, контроль над популизм, вливание, а серьезные финансовые вливания находятся, серьезные финансовые ресурсы находятся либо у олигархов, либо у россиян, либо у другой еще заинтересованной стороны, кто бы там не захотел со стороны прийти к этой крупной международной структуры. Но в любом случае это не внутренний украинский рейд. Гражданин сейчас распоряжается собственными средствами. К сожалению, эта ситуация оставляет мало маневра на мой взгляд для демократических решений. Но я опять же ни к чему не призываю, потому что победить не демократическим путем и диктатуру может установить совсем не тот, кто бы мне хотелось бы, например. И это тоже прекрасно понимаем. И это огромная опасность и угроза. То есть мы себе представляем, но в итоге получаем довольно часто совсем не тот продукт, который на выходе, чем тот, который мы планировали, когда начинали это все дело. Мы это видели уже на примере того же Майдана. И опять же, я не жалею, я не говорю, что Майдан зря был проведен. Ну, для меня нет точно. Но я просто считаю, что он отложен во времени, но еще должен быть реализован. Но это моя точка зрения. Но я хотел бы сейчас поговорить про Соединенные Штаты Америки немножко, перейти к санкциям в том числе. И Аласан, то, что я читал, сейчас в Сенате начинается процесс, запускается против Трампа. Сейчас вроде сегодня должны выступать защитники и обвинители. На ваш взгляд, что там может произойти, насколько высока вероятность и насколько будет продолжаться история с преследованием Трампа уже после того, как он и так не президент? Расскажите, пожалуйста, господа, вашу точку зрения на этот счет. А потом перейдем и на санкции, и на цензу. Ну, я считаю, что они сразу первоначально сказали, что от Трампа надо избавляться любой ценой. Любой ценой включая там нашу страну. Поэтому это было проделано все четыре года. Импичмент, что значит импичмент? Импичмент у нас в стране всего-то там был, по-моему, три раза. Или четыре раза. Это такая экстремальная ситуация, где президент ставит Конституцию в опасность. Поэтому, когда там хорошо он имел неуставные отношения во время рабочего дня со своей подчиненной и наврал под присягой. Он объяснил, почему человек, но что он должен был врать в такой ситуации. же делают. Они врут в такой ситуации, что нет, у меня институция в опасности, нет. Все, импичмент не прошел. Трамп, он другое дело, они постоянно не стал президентом. 17 минут после того, как он дал присягу как президент США, против него началось импичмент. Сразу уже в Вашингтон-Пост написали, что будет импичмент, что мы пойдем с импичментом. Примерно так же, как за что Обаме дали Нобелевскую премию за мир. Непонятно, за что. До того, как он еще стал президентом. Они это сказали, они пытаются. И, конечно, это Трамп создал огромную опасность для мангеров, для олигархов, для болота этого всего, для сенаторов, конгрессменов, которые сидят по 40, по 50 лет в Сенате и в Конгрессе. Он хотел изместить ограничение на это. В общем, он создал опасность для многих тех, кто мрази, ну, мрази, человеческие мрази, которые живут как пиявки за наш счет. И знаешь, как-то он прекратил войны везде, наладил израильтянами. Ну, на вашу никто не нападал, ничего. Путин сидел тихо, спокойно, не трогал, по большому счету, на кого не напал за это. Все, в принципе, притихли. При Абаме ему дали Нобелевскую премию за мир и везде войны начались. Поэтому добавляться как можно. Но он сегодня создает огромную опасность. Он сегодня создает для них даже как и могут сделать импичмент человеку, который уже не президент, который не импичмент. Это написано в Конституции, что импичмент можно делать. Сидит, представляет народ, но с ним что-то произошло. Словием Конституцию в опасности он создает. Какую опасность Конституции создает Трамп сегодня и против гражданского лица нельзя делать импичмент. они это делают, чтобы он не мог перезабить. Они будут его разорять, они будут его покротить, они будут его судить бесконечно. Он создал огромную опасность мировому строю, который у нас сегодня существует. Примерно как Наполеон создавал опасность всем монархам в мире. и из-за этого весь мир пошел войной. Потому что он давал крепостным евреям больше черти оседлости не надо быть. Давал гражданские права, создавал больницы, создавал государственность, которая сегодня как демократическая государственность. Конечно, был и вот где-то Наполеон в этом отношении. Поэтому, конечно, они будут продолжать. Пройдет этот импичмент нашу страну, они продолжают раскалывать. Когда Байден и мафия выходят и говорят давайте объединяться. Мы одна страна, выборы прошли, давайте объединяться и продолжает импичмент. Если Байден бы нас стал целый и объединился, он бы сказал слушайте, забудьте про этот импичмент, ну все, забудьте, он уже не президент, я президент. если бы Байден надо импичмент устроить, все равно, он же не президент, ему импичмент. Против Байдена тоже будет импичмент, они открыли эту банку с червями. Гарри, если бы Байден хотел объединяться как настоящий лидер, если есть у моих оппонентов, которые голосовые избиратели, 85 миллионов проблем по выборам, давайте все вместе рассмотрим, мы гемокридское государство, я как лидер, не хочу фальсификации. Он так и хотел объединяться, что протянул свое тело и уложился в кресло так званного президента Америки. Вот и все. Это объединение. Почему они так боятся расследования? Они обвиняли, что он защищается. Пусть тоже Байден защищает. Пусть проводят расследование. Почему они боятся расследования, если все нормально? Я думаю, что они могут протянуть. много республиканцев уже пытаются договориться с демократами по моей ситуации, по Трампу, но не даст возможность им прекратить, чтобы он не баллотировался, потому что надо отдельно голосовать, отдельную процедуру, это как бы подразумевает, ему не дает возможность. но были прецеденты после того, что судьи такой же процедуры как бы федеральным судьям с штатом, они все баллотировались и выигрывали выборы без вопросов. Так что тут вопрос отдельную процедуру, чтобы он не баллотировался. На что могут пойти, это чисто им надо прикрыть импичментом там не только как бы заткли аст, потому что огромная сила. Мы видели в Вашингтоне люди выходили на улицы задействующие президенты, 500 тысяч людей приехали за свои держать. И почему? Потому что он сказал Трамп и попросил приехать. Вот и все. Одно слово и они там были, вот что они боятся. А импичментом параллельно еще закрыть свои дыры политические, которые у них очень сейчас много проблем у демократов по нефти, которые они начинают сейчас цены расти. Это уже видно в Штатах и на Гассовине и все остальное. Уже цены начинают подниматься на доллар. Им надо закрыть это как у нас через зомбоящик вкинуть какую-то часть американцев в это верил. За что импичмент? Я даже не понимаю, за что ему импичмент? Что он сделал? Он сказал, что он сказал, чтобы призвать штурмовать Катарюдка. Слова могут они сказать? Как он это призвал? Хотя уже ФБР и все сказали, что это были кто штурмовал, это были не его сторонники, не трамписты, это были Антифа, это были кто угодно, Black Lives может быть, конечно, среди его огромная поддержка. Конечно, там могут быть и сумасшедшие, и возбужденные люди, но они сказали, что это было подготовлено. Он ничего не сказал, он сказал, что будем стоять до конца, будем бороться до конца. Но если каждого политика, который говорит, будем стоять до конца или бороться до конца, будут делать импичмент, сажать в тюрьму, о чем идет речь? Сколько было против него проклятий состразных, что будем бороться, что будем драться, что надо их мочить, что надо их уничтожать. Они все это говорили, что трампистов надо то, что Трампу надо голову отрезать, надо то, сё. Я сказал, как он говорит, мы будем бороться. Идем Капитолию мирно протестовать. Мирно протестовать. Да, он сказал, мирно идем Капитолию. Мы сейчас пойдем мирно Капитолию в рамках закона и всё. И абсолютно я не думаю, что американский народ примет. Это опять же, может быть тактически они что-то там делают, но стратегически я считаю, они допускают огромную ошибку. Это только злит людей, это злит народ. Это просто ненависть к Трампу. Я могу перечислить все эти Мудзабеевы, Карину Орлову, Каспарова, Альбац. который на Денисах Сороса, на подсосе Сороса. Да, это Гаганопольский. Это ну слушай, это болезнь. Даже наш любимый Дмитрий Гордон. Есть ли Соровец, что он получает деньги за это? Я считаю, что это просто психическое расстройство. Вот эта ненависть к Трампу безострады основания. Потому что когда ты их спрашиваешь, они не могут сказать тебе какое-то основание. сильному лидеру, который ненависть вот так, что он плохой, что он за Путина, что он путиновская консервация. Пример, доказательства, документы. Ненависть такая, что я считаю, что это психическое расстройство. У меня в этом плане вопрос к вам, как людям, которые, ну, то есть, как бы Юрию, как гражданину, как высокопоставленному военнослужащему, человеку-дипломату, который, в принципе, в этой серии всю жизнь, тем более, специализируется на Соединенных Штатах Америки. Есть ли юридический механизм оспаривания, даже если сейчас импичмент будет принят. Может ли он быть оспорен, если, ну, условно, пройдет расследование по задержанным в штурме Капитолия, окажется, что нет прямой связи между, корреляцией между Трампом, что никакого сигнала прямого не было на штурм. И если окажется, что это была либо личная инициатива, либо выплывут чьи-то другие уши за штурмом Капитолия, ну, то есть, в ходе расследования, которое сейчас ведут следственные органы Соединенных Штатов Америки, да, но решение о импичменте будет принято. Будет ли возможно оспорить это в судебном, например, порядке это решение? Я не знаю, я не юрист, не адвокат, я не знаю, я знаю, что будут будут недовольствия на улицах, будут народные. Опять же, они же уже провели расследование, что говорят, что вот этих, которых арестовали, они самые агрессивные, они к Трампу никакого отношения не имеют. они вообще, они анти, Black Lives Matter, у них есть переписка, где они подготавливались, они все это в открытую делали, по Фейсбуку, по Твиттеру, какой у них план был, некоторые места полиции их сама пустила, где-то четыре человека погибли, где расследователи погибли, этот Пинтковский мразь, который говорит, что назвал эту женщину, которую убили, которая прослужила 14 лет в авиации и воевала, чтобы эта мразь жила, и назвал ее фанатичкой бешеной, которую правильно полицейский пристрелил, за что, у нее что, оружие было, у нее флаг был американский в руках, и убил, это было, не видно было, только рука, а чару, там формы, в костюме был человек, да, уже все знает, и вот он это, а он по всем главным каналам здесь выступает, он уважаемый, слушают, и вот он несет такую чушь, радостный такой, убили человека, убили человека, который ничего не сделал, кроме того, что она хотела войти в Конгресс, в который она полное право имеет зайти туда, она ничего там, никакой угрозы, потому что они жгут на улицах и убивают и стреляют людей в мир, это ничего, это можно, это пенковский долг. или Флойда, человека, который, да, убийство, любое убийство, а убить человека, который там, да, командно был, и за сутки до этого хотел представиться, как бы его задержало, и его в Золотом Гробу хоронят, вот это реализует... В Золотом Годее Холокосту открыли ему выставку в Майяне. Флойду? В Музее Холокосту, он приравнивается к невинным убитым женщинам в нацистских печах, он приравнивается к такой же жертве, а полицейские приравниваются к эсэсовцам там. Вот с какого хрена они были у нас там протестом, я знаю, пофигу, пофигу, Потому что у Black Lives Matter сниженными всеми нашими этими огромными компаниями, тем же сысками, тем же тем же тем же это Airbnb и Starbucks. Миллиард управляет как раз Black Lives Matter, который фонд собирает. Такая женщина только в гринной тюрьме за терроризм, потому что она хотела взорвать капитолий, пронесла туда взрывчатку и дали что-то 75 лет. А Обама по просьбе главы демократической партии ее помиловал. А террористы мы с Тележенко, мы, потому что мы за Трампа, мы внутренние террористы, а это нет. это нормальный... было наоборот противоположная вся ситуация по это по Наша Гейт, это и всему расследованию, по типа звонку с Зеленским, что типа за Украину, он тогда убежал деньги, что такое расследование по Байбану, но все же потом провалилось с крахом, несмотря на это было. Перебить импичмент, это но она в то же время политическая. Ее перебить только иметь дальше поддержку населения и двигаться вперед и двигаться на должностях. Переизбраться президентом, как можно перебить этот импичмент. Второй импичмент, второй, третий, третий Трамп, я думаю, будет бороться. Кто-то будет идти дальше на выборы и мы будем смотреть, как это будет сейчас развиваться. Иду сейчас обсуждение по поводу новой партии, обсуждение по новой социальной платформе. И будем смотреть, как это все будет двигаться. Но юридическая процедура, чтобы обжаловать эту. Это политическое решение. По поводу санкционных действий, Андрей, вы выяснили более детально в чем конкретно, то есть к вам состоит претензия сейчас со стороны администрации, я так понимаю, нынешней уже, да? И то, что я допустим мониторил, к сожалению, очень однообразно все. В наших СМИ во всяком случае копируют, копипаст делают, какое-то заявление, где-то сообщение поступило, но нет деталей. И вот я хотел бы немножко детальнее узнать в отношении конкретно список, сколько там семь человек, по-моему, изначально туда попали. Какие-то детали, сейчас вы уже выяснили, что, как, куда и как это может быть изменено, то есть, я так понимаю, суды будут. узнал уже и как бы много говорить, но много ну то, что можете озвучить. Но то, что хочу сказать, то там, то, что пишется, что я типа пособник Деркача, и мы там типа я ему делал встречи, организовал встречи с Джулианей и разными людьми в Америке. Официально под что мне подвели санкции. Это против меня лично. Что это неправда, и как бы этого мне это доказательство, против того, что я делал. И меня там и в украинской пределы пытаются показать в таком формате, что чуть ли не типа помощник Деркача, много пресса пишет, знания. А вы знакомы с Андреем Деркачем? Встречались лично когда-либо, либо нет? Мы когда Деркачем был в Киеве, у нас было две встречи Деркача с Джулианей, на первой я не был, я не был против этой встречи, а во второй уже мы должны ехать были в аэропорт, приехал господин Дубинский отдельно и приехал господин Деркач отдельно, и мы поздоровались, он сидел с Джулианей и вел переговоры. Я как бы даже не присутствовал на этом разговоре. Это как бы наше общение с Деркачем, и потом в прошлом году я с ним встречался раз, так как у меня были сигналы, что он как бы очень сильно выступает против того, что у меня на разных каналах платит людям или там договариваться, чтобы у него власти больше, чем у меня, я простой украинец. А он попытался быть, чтобы я как бы не ходил, не выступал с прозападной позиции, как бы так как у меня и так в Вашингтоне хватает уже прессы, подходит, о чем в Украине хотя бы меня антифицировали, про меня не говорили и как эксперт они спрашивали и тому подобное. Я как бы набрал, ну, это в центре Киева было, и на этом решение этой конфликтной ситуации, не решение даже, а просто я бы дал напомнить, что я как бы против таких действий, и мы как бы у нас общего ничего нету, но наши линии, он, ну, меня не трогает. Это было общение наше со всем последним, ну, за всем вообще наше общение было максимум за весь период времени общественного существования. Я его точно не поддерживал, я его даже делал заявление в Басфит, в западной Крисе, в июле прошлого года, это было за полтора месяца до него науше санкции, сделав Басфит, заявление Крисе Умитева, что я против себя, так как Деркач имеет прорусскую позицию и прорусскую идею, против которой я выступаю, и это как бы есть это все онлайн, можно проверить, и моя позиция по нему была всегда адекватная, как бы прямая, и я ничего нигде не менял, так что тут вот этот весь интерес того, чтобы меня привезли к нему, это просто нашли самое-самое место в команде Джулиани, и там был Деркач, я тоже знаю, лично много вопросов, а был ли он там, чтобы помочь, или он там был, чтобы навредить всей истории, потому что адвократы искали лазейку, как против кого найти, как бы я сколько лет ездил в Штаты, виза, и дипломатическая, и туристическая, и члены семьи дипломатической, меня со всех сторон проверяли, перепроверяли, я сотрудничал с посольством в Киеве, я тут помогал комбинировать медицинство, и до Майдана, и, как говорится, все было нормально, и в Белом доме было, не один раз, как бы, на официальных встречах, это, как бы, тоже проверка туда идет, и было все хорошо, дал показания Сенату США, которые зафиксировали их официально, почему-то после этих показаний нашлись какие-то капроматы, не нашелся даже, а просто слепился, привязали мне, где хочу, все, вот, у меня, как бы, что это сбит, потому что, сказали просто, что я негодяй, сказали бы, Женка, который влез в нашу политику, это было бы порядок, а так подвязали меня, где хочу, по русским силам, которые, как бы, я не, убеждения, это уже неправильно, и он не борется против этого, я буду бороться политически против этого, я там сейчас выступаю на ряд, ряд, радио, там, с разными журналистами, тоже, как бы, начиная работу с grassroots, начиная работу по политическому направлению, потому что юридически это Байден, что-то сделать, только политически, я думаю, только, только применяется административно, будет тоже сменена позиция по мне, и если это будет дальше, какие-то из субъектского лагеря, там и кто-то бы сделает. А вы сейчас, ну, если это можно, естественно, озвучивать, если нет, скажите, что без комментариев, коммуницируете ли вы сейчас с командой Джулиани, то есть, вот то, что вы просто обучили, что обсуждаются сценарии создания, возможно, политического большого партии, вот мне интересно, сколько, что вам известно сейчас об этом, ну, то есть, я имею в виду, партия, по сути, да, есть республиканцы, есть демократы, учитывая поддержку Трампа, даже на последних выборах, которые прошли, об этом, естественно, все много разговаривали, насколько эти разговоры подкреплены реальностью, скажем так. подкреплены, как бы, то, что я, ну, как бы, свободно, да, мы поддерживаем связь многими людьми, которые близки президенту Трампу, публично, мне даже, там, в Джулиане мой телеграм-канал, как бы, я ему написал, я говорю, это что ж публично, что вы понимали, что это не частная переписка, что иногда даже запросы, как бы, ну, мне нечего скрывать, что мы общаемся, поддерживаем связь, и многие, другие люди, даже взвод с аппарата поддерживают, как бы, связь, могут назвать имена, как бы, которые даже, и работая с демократами, введение против меня, а по партии есть такое обсуждение, сейчас вешаются все, возможно, как это все можно произойти, чтобы не было того, чтобы и разворить и сувениканскую партию, не выиграл, и дать дебреха там возможности править вечно в Америке, это, и правильно, наверное, подкид, потому что в Америке это все прописано, ну, даже, там, не дают на арену политическую, это, как бы, все, у них устоявшаяся политика, деньги, нужно под это все, потому что тут сейчас вешаются все варианты, в первую очередь, вариант, который, который, сувениканскую партию, не выиграв, и там, не выиграв новой партии, дать возможность, и, и, как бы, и не создав нового ничего, и разворить то, что уже есть, как бы, какой-то фундамент того, что есть, вот это главный аргумент, который сейчас прорабатывают аналитики и команда президента США Банда Траба. Ну, да, будем наблюдать, если будет что-то новое, я думаю, будем неоднократно еще общаться, если вы не против, потому что, в принципе, вот мы, у нас есть преимущество, как раз в том, в той картинке, которую мы, что большинство СМИ либо олигархически, либо про Россию в Украине, у нас есть преимущество в том, что у нас свобода получается маневра полная, и это огромный плюс, то есть здесь мы можем общаться с непосредственно с участниками процесса, и в том числе вот с вами, Андрей, и с Юрием. Приятно с вами общаться. То есть, да, скажем так, даже по тем пунктам, по которым мы обсуждали, я не совсем согласен с тем, что вы озвучили, но я считаю, что должна быть площадка для дискуссий, в любом случае, дискуссионно, ну то есть, к примеру, и так далее. Есть ряд, там, точек зрения, на которых мы не совпадаем, допустим, тот же канал наш, я считаю, что он, ну, где-то близок к тому полу Медведчука, да, который вот пока санкционирован был со стороны Украины, и, но с другой стороны, я считаю, что это должно делаться стратегически, в том числе, созданием новых каналов украинских, которые будут показывать дискуссию, а не просто, ну в чем, даже если у нас настроение у каких-то людей есть, не те, которые мне, допустим, нравятся, я, кажется, понимаю, что лишив их всего и не предложим ничего взамен, это создается просто лишнее напряжение, которым потом же тот же Кремль и воспользуется, то, что уже неоднократно происходило. И это тоже, ну, как бы, нужно... Я вам так скажу, как человек, который постарше вас, что чем больше глушите вы голос Америки, тем больше советских людей хочет слышать голос Америки. Ну, да, да. Могу добавить, что как раз к этой фразе, ну так, еще не Союз защиты, а защиту, про что мы говорили, Сева Новгородцев. Здесь старичные, поддержал, выступил против закрытия каналов тем путем, который это было. Это так. Слово было сказано. Скажем так, простите, у нас тут восстание котов. Да. Ну, собственно, говоря, смотрите, практически полтора часа в эфире, я предлагаю, наверное, на сегодня... Это ты, полтора часа в эфире, а у нас с Тележенко уже это третий эфир. Ага. Ну вот. Потому, потому, ну да, то есть, потому будем обсуждать, будем начаться к этим темам, потому что они явно получат развитие, это очевидно, уже в ближайшее время. Сама ситуация по себе, она настолько сейчас, очевидно, качнется в ту или другую сторону дальше. И по поводу каналов, и по поводу пророссийских действий и по поводу того, что там, к примеру, ряд сотрудников закрытых каналов, у меня что, позабавило еще, они с одной стороны говорили, нет-нет, мы с Россией никакого отношения не имеем, но потом сами же говорили или писали, но Россия за нас отомстит. И меня это очень... Просто люди, которых я, в принципе, знаю еще по прошлому телевидению, и меня это очень забавляло тоже такое против... Я даже знаю, кем она будет мстить, на ком это отразится, да, Андрей? Да. Но я хочу подчеркнуть еще раз, насколько я был прав, насколько я был прав, поэтому... Но... Но подискутировали, да, там сейчас в Сенате идет рассмотрение как раз на этом. У нас пишут в чатике. Но по поводу... По поводу каналов, я смотрю, вот чатик, ладно, я еще скажу, что вот по поводу, когда Путин пришел к Лассе, сразу выгнал, но он не закрыл, вот в Йорнелл об этом же говорил. Он просто закрыл, в буквальном смысле слова, закрыл конкретных собственников каналов, а каналы прибрал себе к рукам. То есть он сделал по-другому. Он Шустера выгнал. Кому он принадлежал, этот канал, Гусинского, посадил. Уволил с канала, вот и все. Кизлев Евгений приехал сюда вместе с Шустером и вместе с Ганалом, продолжал вещать, но уже по-другому. Правильно вещал, но канал он не закрыл. Зачем? Ну вот да, собственно так. А по поводу России тут волнуются многие, но еще раз, мы неоднократно с Юрием уже Украины, это создание на территории нынешней России, чем больше, тем лучше независимых государств. И это устроит всех. И граждане тогда будут более на то, что местная власть будет их лучше слышать, я имею в виду, нынешние граждане и соседям вздохнут с облегчением, потому что угроза будет поменьше, скорее всего. Очень на это надеемся. Потому у нас вот такое с Юрием совпадающее полностью видение, это дезинтеграция, распад России как оптимальный вариант. Но империи не распадаются в один день. Но нужно понимать, что одно дело, что нам хочется, другое дело, что мы для этого делаем. И вот это очень важно. Господа, все, рад был вас видеть. Еще раз говорю всем читателям. Андрей, я хочу только добавить одну вещь. Я хочу сказать нашим украинским слушателям, что я считаю, что вы оба молодые и патриотичные два человека, которые делаете правильное дело, которые стоите в ущерб себе, в ущерб своим семьям на правильной стороне истории. Я считаю, что Украина восторжествует благодаря таким молодым людям, как вы. Держите строй. Держите строй. Не падать духом. Стоять до конца. Я не падаю там или где там президент сидит, потому что стоять до конца. если кто-то из нас это сделает, то тебя обвинят, как я одобрил. Я говорю, что стоять до конца за дело. Будет уже потом не рука сороса, а будет рука табаха. Да. Собственно, зрителям говорю подписывайтесь, ставьте лайк, репост, то есть поддерживайте финансы, в том числе через новую систему, которую вы видите на экране, за PayPal. Для вас мы работаем и вот такие разные альтернативные точки зрения показываем в эфире. судить вам, оценивать нас вам, всех, кто присутствует в эфире, это вполне нормально. Это и есть свобода слова, господа. Все, рад был вас всех слышать и до новых встреч в эфире. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok